Так как воскресная школа, уже об этом говорилось не раз, что воскресная школа, она в помощь родителям, в помощь в воспитании таком духовном. Это очень важный момент, она в помощь. И чтобы легче как бы реагировать и относиться вот к этим всем вопросам, что это предлагается родителям вот такая помощь, да, церкви, о духовном воспитании детей, помогать. Основная нагрузка и ответственность за детей, она лежит всегда на родителях, и Богом возложена, и государством возложена ответственность на родителях. И это нужно нам понимать, и как вот брат Олег говорил о том, что вес, груз это хорошо, но когда он излишний, это уже может причинить вред, да. И мы с вами не ответственны за чужих детей, в своей мере мы ответственны, как учителя воскресной школы. Мне хотелось также, вспоминая вот этот момент, что касаясь труда воскресной школы, вот в этом взаимодействии вопрос, вот мое посвящение. Я помню Алексей Игнатьевич, когда еще был живым, он часто посещал наш регион Омский, и он всегда говорил такие слова, что служение это посвящение, это посвящение, это жертвенность. И вот вопрос нашего служения, нашего взаимодействия с церковью, это вопрос нашего посвящения, личного нашего времени, нужно уделять больше времени лично. Вот говорили, да, приводили примеры, как приготовить вкусный урок. Я так вот рассуждал, говорилось о вкусном уроке, но если так вот растудить, то вообще мое служение, наше служение, оно, наш подход к этому служению, он весь должен быть таким, можно сказать, вкусным. Не только один урок на одно воскресенье, да, а вообще дальнейшее наше видение, участие в этом служении, развитие этого служения, это очень важно. И вопрос совета также внутри коллектива, внутри группы, внутри взаимодействия между учителями. Сегодня братья приводили пример, да, о том, что и ученики выясняли отношения, кто из них больше. И вот этот вопрос, он тоже важный, чтобы нам иметь взаимоотношения между собою и не пытаться показывать, кто больше, да, а взаимодействовать, иметь это, иметь взаимное уважение среди коллектива учителей воскресной школы. Это очень, ну, очень важно, да, вот в вопросе посвящения, в вопросе жертвенности. Мне хотелось привести такой пример небольшой, вот тоже, у нас тут тоже есть сестры в воскресной школе, я вот приведу этот пример. Ну, меня это приятно удивило. Мы говорим о жертвенности, о правильном подходе. Говорили о том, что записать себя нужно, прослушать себя нужно. Ну, вот у нас сестрички, да, они так и трепетно подходят к этому уроку, ну, переживая за свою несостоятельность. Это даже лучше, когда есть такое переживание за свою несостоятельность, нежели, наоборот, переоценка своих, может быть, способностей и возможностей. Мы собираемся учителями воскресной школы, это тоже взаимодействие, связано с взаимодействием внутри коллектива, с церковью. Мы взяли такой пример тоже для себя назидательный, уделять время, это мы выделили вторник, собираться учителями воскресной школы, ну, собираться на общение, на обсуждение предыдущих тем уроков совместно. У кого-то какие-то есть вопросы, кто-то подкидывает какие-то идеи, помогая приготовиться. И вот, ворачиваясь к сестрам, они наши эти общения записывают на диктофон, вот о чем мы говорим. Вот говорим мы о их уроке, они записывают это на диктофон, записывают это на диктофон, потом они дома это прослушивают, какие были советы, какие были рассуждения. Они сами начитывают на телефон через программу, программа там, через программу распечатывают то, что они там надиктовали, корректируют это все к уроку. И на этом еще не останавливаясь, еще не аудио записывают, а записывают видео свое, сами себя, когда они преподают этот урок в воскресной школе. И потом это все смотрят, и анализируют себя. И вот в вопросе посвящения, я хотел сказать, что это уделение времени, даже собраться во вторник или какой-то в другой день, у кого-то может быть это будет, но это время, это нужно уделить время. А взаимодействие с коллективом, с церковью, что подготовка к уроку должна происходить не в субботу перед воскресеньем, а раньше. И вот взаимодействие с церковью, взаимодействие со служителями, есть такое понимание, разделять ответственность, разделять. И не нужно стараться ее не разделять, а решать все одному или все одной. Вопросы, которые возникают, те проблемы, перед которыми лично каждый из нас может встать, но разделять ответственность. Это ответственность за это служение, об этом сегодня уже говорилось, да, и также служителя пастырский труд. То есть всю эту ответственность разделять. Все какие-то идеи, проекты, они все должны согласовываться, да, соответственно за служение, дальше с пастырями, служителями. В церкви параллельно много служений совершается. Хоровое служение, воскресная школа, молодежное служение. Как-то мы тоже вот собирались с братьями вот на советом в церкви. И так вот я смотрю, вот тут молодежь в этот же день, в этот же вечер, собралась молодежь, собрались учителя воскресной школы, собрался совет. И так смотришь, как бы разные направления служений. И очень важно, и также вот пение. И часто есть пение, прославление, детское прославление. С детками из воскресной школы весь возможный занимаются пением. С подростками занимаются пением. Они уже, может быть, во взрослой там где-то спевке участвуют. И наше служение, взаимодействие, сейчас тут о взаимодействии, чтобы наше служение, оно было гармонично, чтобы оно было приятно, и чтобы не было никаких пересечений с другими служениями. Чтобы не пытаться, как бы, ставить себя, что, не решить вопрос, чтобы правильно все было. На примере таком, что бывают такие моменты, когда подростки приготовляют служение, пение в церкви, и у них еще воскресная школа идет. И им нужно идти на воскресную школу, и в это время им нужно идти петь, в прославлении участвовать. И это как из практики уже, я говорю. И здесь немножко начинается такое непонимание и конфликт между певцами и воскресной школой. То есть, что важнее, что главнее. И каждый пытается сказать, что то или то другое служение главнее. Это взаимодействие, эти все параллельные служения и участие наших детей в служении, в хоре, в пении, в других мероприятиях, они должны согласовываться и устрояться, чтобы было все это делалось в совете, чтобы они испели. Не нужно решать вопросы так, чтобы они были только в воскресной школе, и они не пели. Или наоборот, пели и не были в воскресной школе, а чтобы они и в воскресной школе были и пели. Поэтому Слово Божие говорит, что мудрость знает время и устав. Есть всему свое время в церкви, в ходе служения, проведения мероприятий и устав. Как это все в церкви совершается, и как в церкви это все усматривается. Другими словами, нам быть в структуре. Вот когда мы приходим в церковь, ходим в церковь, покаялись, приходим, получаем назидание, братья и сестры. Ну, нам хорошо и приятно. И мы всех любим, и нас все любят, и приятно мы развиваемся. Но когда мы все вместе собираемся, выезжаем на какое-то мероприятие, в служение, пусть это будет выезд, лагерь или еще что-то, то там уже другая жизнь, другие точки соприкосновения, и там уже начинается наше с вами обрезание. И также, трудясь в воскресной школе, мы о воскресной школе сейчас говорим, оно и в других служениях так, это вопрос нашего обрезания, вопрос нашего формирования, и Господь нас учит при нашем старании, как апостол Павел говорит, мы усердно стараемся быть Ему угодными во всем. Это очень важный момент, момент усердия, постараться быть угодными Господу во всем. И мы стараемся быть именно друг с другом, взаимодействовать, да, вот в служении так же. Мы в коллективе, где-то церковь большая, там большой коллектив, где-то меньше может быть, но нужно именно стараться, да, и понимать, что мы должны быть в послушании, да, есть подотчетность. И в церкви так все выстроено, и Господь так выстроил, что подотчетного человека нет, неподотчетного человека в церкви нет. И пастыря подотчетные, и дикана, и пресвитеры, и епископы, да, то есть вся эта структура на основании Слова Божьего, она выстроена, ну, в подотчетности, и в этом есть польза, об этом сегодня много сказано было, да, брат Иван, об этом говорил так хорошо и подробно, и понимать, что мы в структуре. Я одно высказывание такое, знаете, услышал о служителях. Есть такие церкви, направления такие, где нет подотчетности, где там служитель, он в одном лице главный, и над ним больше никого нет. И такое высказывание о нем один брат сказал, это, говорит, люди, и назвал их, ну, понимание такое, всадники без головы. Я так сначала не понял, думаю, как-то так резко он это сказал о них, всадники без головы. А потом он пояснит, что над ними нет главы, над ними нет того, кому они подотчетны. И это как раз и проблема, когда нету подотчетности, и все это заканчивается, как бы, ну, неприятно. Как бы вкратце говоря, конечно, хотелось бы вот, ну, вот кратко, да, вот дать информацию такую, что мы в структуре, да, и быть нам, как бы стараться быть, ну, быть в этой гармонии, чтобы все получалось гармонично, и служение все шли, и об этом переживать. Я уже о тех моментах не буду говорить, я сегодня много было сказано о нашей духовной составляющей, о нашей духовной, ну, духовной части, да, как мы должны к этому подходить. И законы духовные, да, законы жизни, они очень важны. И вот если вопрос даже вот этого смирения и подотчетности, послушания, о чем было сказано Саулу, вроде просто так, но порой вопрос послушания – это великое и большое смирение каждому из нас. И если у нас глобальный какой-то, ну, проекты, планы, я иногда такую, как бы мы такую мысль говорю, что хорошее дело, его можно делать неправильно, его можно делать неправильно, хорошее дело. Есть хорошие планы, есть проект на служение, но вот вопрос, если нет послушания, нет смирения, то уже здесь Божьего благословения не будет. И наша задача, как учителей, как христиан, не просто выдать, хорошо подготовиться академический материал, информацию, ну, вопрос духовной составляющей, вопрос Божьего содействия, как апостол Павел говорит во всех посланиях, он говорит об этой благодати и о содействии, говорит, содействующий Петру у обрезанных, мне содействовал у необрезанных, своими словами мысли говорю, то есть о содействии Господнем, о Духе Святом. Поэтому наше старание, наша ревность, когда мы приготовили все, вопрос очень важный для нас, это вопрос нашего послушания, чтобы наше служение, оно было приятно и благоприятно Господу и достигало цели. Духовный вопрос, чтобы дети духовно возрастали. Хотел привести таблицу, Ивана не вижу, Петра. Я вот, эта таблица в методическом пособии есть для учителей врачной школы, у кого-то она есть, кто-то ее видел, кто проходил занятия, можно свет выключить и увидеть. Я вот ее когда прочитал, у меня, знаете, как бы больше даже, ну, еще больше ревности, может быть, или жажды, желания в этом труде. И здесь сравнение почвы и сердца ребенка и взрослого, как бы, приводится для нас. И можно начать с взрослого прочитывать. То есть сегодня говорилось, вчера говорились те мысли, да, что определенные затраты, средства. Говорилось про ревцентра, да, что нужно вкладывать, это, ну, и необходимо, и нужно, да. Но хотелось бы обратить внимание, братья и сестры, на служение, детское служение, служение воскресной школы, служение детям, чтобы оно не было умаленным каким-то, да, или, может быть, менее значимым, хотя оно является, можно так сказать, основным, как бы, да. Да, и вот если сравнить, может, есть это, она в электронном варианте, можно скинуть вообще эту методичку для учителя средней школы. Вот взрослые, сердце взрослого, сорняки и терни от жизненных забот. Человек, когда, чтобы прийти ему к Богу, покаяться, да, вот о состоянии его сердца. Вот он живет в миру, да, то есть и говорится, сорняки и терни от жизненных забот. Вот детское состояние сердца, целительное поле, нет посева, нет сорняков. То есть в сердце ребенка нет плохого посева, нет никакого сорняка. Об этом очень сегодня тоже говорилось, и вчера об этом говорилось. Нет сорняка у взрослого, затвердевшая каменистая почва, затвердевшая от страданий, боли в жизни. Это вот, ну мы это все понимаем, многие из нас, ну не из семей верующих вышли. Детское сердце, благодатная почва, что не сажали, все вырастет. Очень важный такой момент, обращая внимание, мы сейчас говорим о посадке церкви, да, о посадке церкви. Что все вырастет, то есть насколько это сердце, да, оно формируется, и когда это все правильно делается. Вот, и взрослая почва.